Девушки отдыхают С простейших метательных машин человек придумал оружие, способное в считанные секунды уничтожить целые города Первые атомные бомбы были довольно большими и к цели их доставляли дальние бомбардировщики Постепенно прогресс брал свое Ядерные боеприпасы становились меньше, а боезаряд мощнее Это сказалось и на развитии традиционной ствольной артиллерии 7 ноября 1957 года по Красной площади прошли самоходные артиллерийские установки, способные стрелять ядерными боеприпасами После Великой Отечественной ствольной артиллерии Советского Союза развивалась быстрыми темпами Конструкторы предлагали военным все новые и новые орудия, причем в довольно большом количестве Перед нами пушка С-23 калибра 180 мм Она входила в так называемый большой триплекс Помимо нее в триплексе имелись еще гаубица и мортира Лафеты у этой троицы были одинаковые и отличались орудия лишь стволами Правда в итоге на вооружение приняли только пушку С-23 Буква «С» означает не что иное, как «стальво» А это пушки М-47 и М-46 Вместе они составляли артиллерийский дуплекс Орудия похожи друг на друга, как близнецы-братья Калибр старшего брата 152 мм, младшего — 130 В армию эти пушки стали поступать в начале 50-х Еще один пример дуплекса — пушка Д-74 и пушка гаубица Д-20 Эта пара поступила на вооружение в 54-м году Калибр 122 и 152 мм, соответственно В 1953-м в жизни страны началась новая эпоха После смерти Сталина к власти пришел Никита Хрущев Он произвел сокращение армий Часть военной техники пустили под нож И пушкам тоже выносится приговор на слом Они доблестно послужили нашей родине Ни один враг не мог устоять перед их огневой мощью А теперь этот металл, переплавленный в мартенах Послужит народному хозяйству страны В то же время стали активно развивать новые виды вооружений На авансцену выходили ракеты Это была общемировая тенденция Позиции традиционной ствольной артиллерии существенно пошатнулись В конце 50-х годов на военных парадах демонстрировали огромные самоходные орудия Пушечные и минометные Пушечные самоходки имели калибр 406 миллиметров Минометные — 420 Это были первые орудия в Советском Союзе Которые могли вести стрельбу ядерными боеприпасами Но на вооружение эти монстры не поступили Предпочтение отдали оперативно-тактическим ракетным комплексам Для интереса сравним некоторые характеристики самоходного миномета И ракетного комплекса «Марс» Принятого на вооружение в конце 50-х годов Масса головных частей ракеты и мины сопоставима 560 килограммов против 670 Максимальная дальность стрельбы минометной установки больше Но этот показатель у ракет с каждым годом становился все лучше и лучше К тому же ракетный комплекс был в разы легче, что улучшало его мобильность Резюме В данном случае дальнейший выбор в пользу ракет был действительно оправдан В 64-м году день артиллерии переименовали в день ракетных войск и артиллерии Собственно, как и сам Ротвойск По идее ракеты должны были органично дополнить артиллерию Но представляется, что на тот момент полку все же перегнули Впору вообще было отказываться от слова «артиллерия» в названии праздника Считалось, что в условиях возможной ядерной войны Ствольной артиллерии не найдется никакого применения Однако глобальная атомная угроза становилась все призрачнее Да и безграничная вера в ракеты заканчивалась Годом возрождения советской ствольной артиллерии можно считать 1967-й Согласно постановлению Совета Министров Начались широкомасштабные работы по созданию новых образцов артиллерийского вооружения Впрочем, об этом позже А пока расскажем о тех орудиях, которые приняли на вооружение с 1955 по 1970 год Было их, как говорится, по пальцам пересчитать Одно из них — дивизионная гаубица Д-30 Ее спроектировали на Уральском заводе номер 9 В конструкторском бюро под руководством Федора Федоровича Петрова Свою первую дивизионную гаубицу Петров разработал еще до войны Орудие называлось М-30 Оно с блеском показало себя на фронтах Великой Отечественной И по праву считается одной из лучших гаубиц тех лет Нашей верной службы окончен срок Руку дай на дружбу, прощай, дружок Он живет за славой, умытом ход Пушки боевой расчет Когда пушки боевой расчет Били мы снарядом за точной цель И стояли рядом в турбу метель Скоро воду делили мы собачок После боевых требов М-30 сочетала в себе надежность и простоту освоения личным составом Гаубица долгое время оставалась на вооружении советской армии и после войны Каким бы великолепным не было орудие Рано или поздно закончится и его время Именно на смену М-30 и разработали новую гаубицу Гаубица калибра 122 миллиметра Образца 1960 года Начальная скорость снаряда 740 метров в секунду Наибольший угол возвышения 70 градусов Угол горизонтального обстрела 360 градусов Масса в боевом положении 3200 килограммов Скорострельность 8 выстрелов в минуту Максимальная дальность стрельбы 15900 метров Масса осколочно-фугасного снаряда 21 килограмм У гаубицы Д-30 есть хорошо заметные отличия Специальное устройство на стволе необходимое при буксировке Оно называется шкворневая лапа Подавляющее большинство всех орудий буксируется стволом назад Гаубица Д-30 наоборот стволом вперед Собственно этой лапой она и цепляется за фаркоп грузового автомобиля Такой способ транспортировки обусловлен конструкцией лафета Лафет гаубицы имеет не две станины, как у большинства других орудий, а три При переводе в боевое положение они создают для орудия своеобразную платформу Поэтому Д-30 может вести круговой обстрел Для неподвижности орудия специальные сошники забиваются в грунт В комплект боеприпасов входят осколочно-фугасные и кумулятивные снаряды Орудия! Орудия! В 78-м году гаубица подверглась модернизации В таком варианте она называется Д-30А В разное время гаубица стояла и стоит на вооружении более пяти десятков стран Вот такое популярное орудие создали советские конструкторы в эпоху ракетизации Еще одним орудием, поступившим на вооружение в этот период, была пушка Т-12 Ее разработали в конструкторском бюро Юргинского машиностроительного завода Т-12 противотанковая пушка калибра 100 миллиметров Орудие во многом этапное И вот почему Предыдущей противотанковой пушкой, принятой на вооружение, была Д-48 Вот она на экране А это Т-12 Как видим, орудия поразительно похожи друг на друга Действительно, лафеты у них одинаковые Главное отличие скрыто внутри стволов Ствол пушки Д-48 нарезной Нарезной ствол придает снаряду вращение, что обеспечивает его устойчивый полет Т-12 Гладкоствольное орудие У такого решения есть свои преимущества Увеличивается начальная скорость снаряда Уменьшается износ ствола А для устойчивого полета снаряды стали оснащать стабилизатором Его лопасти открывались под действием набегающего потока воздуха Противотанковую пушку Т-12 приняли на вооружение в 61-м году В дальнейшем для этого орудия сконструировали новый, более удобный в эксплуатации лафет Это было связано с переходом на быстроходный тягач, который использовался для буксировки В новом варианте пушка получила обозначение МТ-12 Снаряды, входившие в ее боекомплект, позволяли поражать броню современных на тот момент танков Американского М-60 и немецкого Леопард-1 Противотанковая пушка МТ-12 и по сей день несет службу в рядах российской армии Ориентина номер 3 влево 15 Ориентина номер 3 влево 15 Цель танк в окопе Цель танк в окопе Вижу Наводить середину Наводить середину Готов Орудие Выстрел Выстрел В 70-е годы смутные времена для ствольной артиллерии закончились В 71-м на вооружение поступили три новые самоходные артиллерийские установки Две из них самоходные гаубицы Гвоздика и Акация Начнем с Гвоздики В качестве орудия для нее выбрали модернизированный вариант гаубицы Д-30 Калибр 122 мм Боекомплект размещался внутри самоходки Перед стрельбой выстрелы выкладывались на грунт Для подачи выстрелов в кормовой части корпуса находился лоток Подачу боеприпасов с грунта осуществлял специальный номер расчета Именовался он так Заряжающий с грунта Внутри машины эстафету принимал заряжающий Специальным ключом он устанавливал взрыватель снаряда в необходимое положение Выстрел из гаубицы производился электроспуском А при его неисправности механическим дублером Скорострельность Гвоздики составляла 5 выстрелов в минуту Батарея, огонь! Самоходная гаубица Акация Калибр орудия 152 мм Начиная с этого калибра стрельбу можно было вести ядерными боеприпасами В целом процесс заряжания был схож с Гвоздикой Самоходки предназначались для ведения группового огня с закрытых позиций Гвоздика обеспечивала огневую поддержку мотострелковым полкам Более мощная Акация входила в состав артиллерии танковых дивизий Главное преимущество самоходной артиллерии перед буксируемой Это ее мобильность Гусеничные машины могут быстрее занять и сменить огневую позицию Они обладают повышенной проходимостью Гвоздика способна преодолевать водные преграды вплавь При этом скорость движения составляет 5 км в час Самоходная гаубица Акация оснащена землеройным оборудованием Она может самостоятельно вырыть для себя укрытие Но вне зависимости от того, самоходное орудие или буксируемое Ствол всегда должен быть в порядке Третьим самоходным орудием, принятым на вооружение в 1971 году Был миномет Тюльпан Немного предыстории Минометы, как отдельный тип орудий, вошли в состав артиллерии в 20 веке Впервые они были применены русскими войсками при обороне Порт-Артура в 1904 году С тех пор этот вид вооружения получил широкое распространение В сражениях Второй мировой войны Самые большие потери пехота несла именно от огня минометов Главное назначение минометов Ведение навесной стрельбы Поэтому их стволы всегда подняты вверх Простейшая схема миномета выглядит следующим образом Ствол орудия представляет собой гладкостенную трубу Ее казенная часть соединена с опорной плитой Верхняя часть опирается на двуно Чтобы произвести выстрел, заряжающий опускает мину в канал ствола Она скользит вниз Капсюль заряда накалывается на жало Через мгновение происходит выстрел Впрочем, на некоторых минометах Выстрел можно произвести и таким образом Для увеличения дальности стрельбы На мину крепится дополнительный пороховой заряд У миномета нет противооткатных устройств Сила отдачи поглощается грунтом В Советском Союзе минометную тематику Стали активно развивать в 30-е годы Ведущими конструкторами минометов были Николай Доровлев, Борис Шавырин Владимир Шамарин В конце 30-х, начале 40-х Были созданы минометы различных калибров 50-мм предназначались стрелковой роте Дальность стрельбы 800 метров 82-мм стояли на вооружении батальонов Мины этих орудий уничтожали цели на расстоянии до 3-х километров А минометы калибра 120-мм полагались полкам Враг мог поражаться на расстоянии до 6-ти километров Для горно-стрелковых дивизий был разработан 107-мм миномет Дальность стрельбы регулировалась углом возвышения ствола Впрочем, были конструкции и похитрее Например, у 50-мм минометов Дальность стрельбы регулировалась так называемым дистанционным краном Он открывал специальные отверстия, через которые отводилась часть пороховых газов Давление на двигавшуюся по каналу ствола мину уменьшалось Соответственно, снижалась дальность ее полета Для поворота крана на нужную дальность стрельбы Использовалась шкала в метрах Небольшие минометы — отличное средство сопровождения пехоты Они незаменимы и для партизанских отрядов Эти орудия относительно легкие Например, 50-мм миномет образца 1941 года В боевом положении весит всего 10 килограммов А был совсем миниатюрный миномет Так и хочется назвать его минометик Но нет, это миномет-лопата С одной стороны — артиллерийское орудие С другой — средство для окапывания Минометы были ценным оружием на фронте Они выполняли задачи, недоступные для других орудий Мины падают на цель почти отвесно Благодаря этому они могут поражать врага за холмом За зданием или высокой стеной Во враге и в глубоком окопе Известен один любопытный факт В 44-м году на вооружение Красной Армии Стали поступать 160-мм минометы Это были так называемые минометы усиления Хлопок при выстреле из них был не громкий А разрушающая сила велика Поэтому, когда впервые снаряды, выпущенные из этого орудия Обрушились на немцев Они решили, что их бомбит советская авиация Всего братьев было шесть Лука, Василий, Иван, Авксентий, Семен и командир Александр Перед нами 120-мм полковой миномет этого расчета Встретили с такой слаженностью действий Что прежде чем первая мина достигала цели Они успевали запустить еще два десятка Шумовы ловко накрывали минами неприятельские позиции К сожалению, не все братья вернулись домой Трое из них, Василий, Семен и Иван Пали смертью храбрых в боях за Родину Следующий эпизод мы решили называть Такие разные минометы Вот классические примеры этого вида артиллерийских орудий 82-мм миномет под нос И миномет сани, калибра 120 мм Их приняли на вооружение в начале 80-х Внимание! Цель 101-я Цель 101-я Ввод на опорный пункт Крупнокалиберные минометы 160 и 240 мм Такие минометы заряжаются с казны Оно и понятно Зарядить тяжелый снаряд с дульной части проблематично Миномет калибра 240 мм Приняли на вооружение в 52-м году А спустя 20 лет Была создана самоходная артиллерийская установка с этим орудием Мы уже упоминали о ней выше Она называется тюльпан Тюльпан может вести огонь минами массой 200 мм 228 кг Максимальная дальность полета составляет 20 км Процесс заряжания на самоходном миномете механизирован Взрывы 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 универсальных орудий продолжает развиваться. Это самоходное орудие Вена, калибр 120 мм. Предназначено оно для поддержки мотострелковых батальонов, действующих на БМП-3. Собственно, ходовая часть и позаимствована у этой боевой машины пехоты. Тенденция создавать одновременно буксируемые и самоходные варианты одного и того же орудия стала четко прослеживаться в 70-е годы. Вот одна такая пара, принятая на вооружение в конце 70-х. Пушка гиацинт-Б, то есть буксируемая, и гиацинт-С, самоходная. Пушка калибра 152 мм, гиацинт-Б. Начальная скорость снаряда 945 метров в секунду. Наибольший угол возвышения 57 градусов. Угол горизонтального обстрела 50 градусов. Масса в боевом положении 9760 килограммов. Скорострельность 6 выстрелов в минуту. Наибольшая дальность стрельбы активно-реактивным снарядом 33,5 километра. Масса осколочно-фугасного снаряда 46 килограммов. Максимальная скорость движения самоходного варианта 62 километра в час. На сегодняшний день гиацинт одно из лучших орудий в мире. Оно обладает солидной огневой мощью. Пушка способна выполнять сложные задачи во всех видах общевойскового боя. В середине 70-х годов полку бронированных самоходок прибыло. Пион – самая мощная в мире серийная самоходная пушка. Калибр орудия составляет 203 миллиметра. Заряжание производится специальным механизмом. Дальность стрельбы – 48 километров. В 89-м году на вооружение были приняты мощные гаубицы Мста-С и ее буксируемый аналог Мста-Б. Гаубица калибра 152 миллиметра Мста-Б. Начальная скорость снаряда 828 метров в секунду. Наибольший угол возвышения 70 градусов. Угол горизонтального обстрела 56 градусов. Масса в боевом положении 7 тонн. Скорострельность 8 выстрелов в минуту. Наибольшая дальность стрельбы активно-реактивным снарядом 28 тысяч 500 метров. Масса осколочно-фугасного снаряда 43,5 килограмма. Максимальная скорость движения самоходного варианта 60 километров в час. Назвали орудие по имени реки Мста. А слово Мста происходит от старорусского Месть. Гаубица способна уничтожать артиллерийские и минометные батареи, бронированные средства, разрушать оборонительные сооружения и многое-многое другое. Помимо прочего, в боекомплект входят кассетные снаряды, каждый из которых содержит 42 кумулятивных противотанковых боеприпаса. На военных парадах в честь Дня Победы ствольную артиллерию представляет именно гаубица Мста. Точнее, ее самоходный вариант. В 80-е годы получила продолжение и тема противотанковых пушек. Вот самая современная противотанковая пушка российской артиллерии. Гладкоствольная противотанковая пушка калибра 125 мм Спрут-Б. Начальная скорость снаряда 850 метров в секунду. Наибольший угол возвышения 25 градусов. Угол горизонтального обстрела 360 градусов. Масса в боевом положении 6575 килограммов. Скорострельность 8 выстрелов в минуту. Наибольшая дальность стрельбы 12200 метров. Масса осколочно-фугасного снаряда 23 килограмма. Лафет пушки оборудован двигателем. С его помощью Спрут-Б может разгоняться до скорости 10 километров в час. Лафет позаимствован у гаубицы Д-30. Соответственно, Спрут способен вести круговой обстрел. По баллистике пушка максимально унифицирована с орудиями современных российских танков Т-80 и Т-90. И так же, как и танки, Спрут-Б способен вести огонь противотанковыми ракетами. В 2005 году на вооружение подразделений ВДВ приняли самоходную артиллерийскую установку. Ее обозначение Спрут-СД, что означает самоходная десантная. Самоходку можно десантировать парашютным способом. Она способна преодолевать водные преграды вплавь и при этом вести огонь. Ее основное назначение борьба с танками противника. Пора подвести итог. История артиллерии насчитывает свыше шести столетий. Первые пять веков орудия стреляли ядрами, пищали, мортиры, единороги. Образцы старинных орудий, бережно хранимые в музейных залах, доносят до нас дух и колорит той эпохи. Современный этап развития артиллерии начался в конце девятнадцатого столетия. В двадцатом веке, веке небывалого технического прогресса, артиллерия шла в ногу со временем. Совершенствуясь, она дала ответ на новые вызовы. Орудия научились бороться с танками, вести зенитную стрельбу по самолетам, да и сами танки и летательные аппараты в наши дни не представляют серьезной угрозы без надлежащего артиллерийского вооружения. Появление самоходных установок и реактивных систем залпового огня еще больше приблизило этот род войск к его сегодняшнему облику. Современную артиллерию невозможно представить без разведывательных комплексов, командных пунктов, машин управления огнем. Еще одна примета времени высокоточные артиллерийские снаряды. Попасть в цель снаряду помогает система наведения. Корректировщик подсвечивает цель лазерным лучом. На конечном участке траектории головка самонаведения снаряда принимает отраженный сигнал и дает команду органам управления на корректировку полета. Каким видится будущее артиллерии? Может это будут электромагнитные орудия, разгоняющие снаряд до невиданной скорости? Или, быть может, ракеты полностью вытеснят традиционные снаряды? Покажет время. Артиллерия это старейший род войск, покрывший себя неувидаемой славой на полях брони. Полтавское сражение, Бородинская битва, Брусиловский прорыв в ходе Первой мировой во время Великой Отечественной войны свыше полутора миллионов артиллеристов были награждены орденами и медалями. Более 1800 стали героями Советского Союза. Двое удостоены этого высокого звания дважды. Более двух столетий военную форму российских артиллеристов украшает хорошо узнаваемая эмблема перекрещенные орудийные стволы. Это не просто отличительный знак. Это символ. Символ традиций, которые передаются из поколения в поколение. И не важно, как будут выглядеть артиллерийские орудия в будущем. Важно помнить девиз, вышитый на первом знамени всей русской артиллерии. Охраняет и устрашает. Внимание! В машине! По местам! Не следует забывать и другое. Благородство любой силы в ее неприменении. Артиллерийский Мы идем зрить болей золотисты и бойцы молодые поют. Песня славная артиллериста и звучит как салет. Артиллерийский стыд точней лицел Развитчик в зорах наводчик смел Врагу мы скажем нашей Родине не тронь А то откроем согрушительный огонь Врагу мы скажем нашей Родине не тронь А то откроем согрушительный огонь Врагу